Путин 4.0 Все кандидаты плохие Нихон Кэдзай, Япония 3 апреля 2018 года В Свердловской области сосредоточены промышленные города Во время президентских выборов 18 марта безработный Юрий Бесколебаний поставил галочку напротив фамилии Путина Он не надеется, что Путин изменит ситуацию Если все кандидаты плохие, то лучше выбрать предсказуемого человека Его пессимизм свидетельствует о безысходности Машиностроительный завод, где работал Юрий, обанкротился в 2017 году В результате обвал и цен на нефть резко сократилось количество заказов на оборудование для добычи нефти Завод задерживал зарплату, а также постоянно сокращал рабочих, чье количество составляло примерно 1000 человек Завод, где Юрий получал 30 тысяч рублей в месяц, был крупнейшим работодателем в регионе Количество безработных стало резко расти Люди проедали свои накопления, так и не найдя работу Когда-то этот регион процветал благодаря угольной промышленности В регионе ничего не осталось Недоволен Виктор Юрьев, который работал на том же заводе Угольные шахты превратились в болота Обветшали брошенные дома и недостроенные больницы Загрязнение водопроводной воды превышает нормативные показатели Увеличилось количество больных раком Подобные устройства характерны для большинства региональных городов Прекратилось финансирование советских заводов Объем долгов по зарплате продолжает расти В 2016 году количество бедных, в месяц зарабатывающих около 10 тысяч рублей Увеличилось до 20 миллионов человек Что составляет 13% от населения России Это рекордный показатель за последние 10 лет В ходе предвыборной кампании президент Владимир Путин организовал перформансы в связи с жизненными трудностями граждан Во время телевизионной программы рабочая из Свердловской области пожаловались российскому лидеру на задержки по зарплате И он отдал строгое распоряжение устранить эти проблемы Руководство предприятий поспешно погасило всю сумму В середине марта президент Путин посетил танкостроительный завод, расположенный в регионе И заявил о намерении увеличить уровень зарплат Через неделю после уверенной победы на выборах в Кемерово произошла ужасная трагедия Сгорел торговый центр Жертвами пожара стало по меньшей мере 64 человека Ситуацию усугубили неработающие пожарные сигнализации и заблокированные запасные выходы Уходить и в отставку требовали семьи погибших, собравшись у мэрии Тем самым они выплеснули свой гнев на региональные власти Которые проигнорировали недостаточную оснащенность торгового центра Это преступная халатность Путин, посетивший регион 27 марта, пожурил руководство области Между тем низкое качество работы административно-хозяйственных органов Это плоть погрязшего в коррупции правительства Которое находится у власти слишком долго Неизвестно, долго ли продержится метод Который позволяет за счет перформансов уйти от ответственности за собственные прощиты в управлении Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин